Привет всем! Сегодня международный женский день 8 марта 2017 года и конечно же всем женщинам на этот праздник дарят цветы. Сегодня мой брат Егор и мой муж Ихан принесли мне с утра вот такой вот красивый букет. Я кстати до сих пор не забралась, кто его купил. В общем они вместе его притащили. Было очень приятно, такие красивые розы. Но на 8 марта конечно же дарят цветы, цветы быстро вянут. И я выступаю за то, чтобы подарки были полезными и их можно было использовать как дома, так для каких-то поделок. В общем чтобы они были полезными и нужными в хозяйстве, либо если у вас есть какое-то хобби, для этого хобби. Конечно же многим дарят вот такие вот сердечки, еще многим дарят вот таких вот медвежат. Это конечно все очень мило, классно, няшно, но я думаю, что в этом году у меня был самый оригинальный подарок. Такой только можно подарить на 8 марта. И сейчас я вам его покажу. Ну что дорогие зрители моего канала мужчины и женщины, а также дети, бабушки, дедушки, возможно кошки и собаки, которые будут в шоке от этого подарка. Быстрее всех собирайте, я вам покажу, что мне подарили. Ну не буду вас долго держать, конечно, в неизвестности, потому что вы не догадаетесь никогда в жизни. Но этому подарку я была рада просто, я не знаю, до потери пульса. Дорогие друзья, мне подарили... Та-да-да-дам! Вот такой вот термопистолет. Вы скажете, о, что за ерунда, что за подарок, кому он нафиг нужен? Но, кстати, кто знает, это очень важная вещь и полезная вещь в хозяйстве, поскольку, вот вы видите, он продается вместе вот с такими вот силиконовыми трубочками. И когда вы включаете его в розетку, он нагревается, нажимаете на него, как на пистолет, и эта вещь может приклеить все, что угодно, заделать какие-то щели, дыры и так далее. Конечно же, есть разные технологии его использования, но для тех, кто занимается рукодельем, у кого есть какое-то хобби, кто работает, я не знаю, делает какие-то подделки из дерева, из каких-то бусинок и так далее, все прекрасно знают, что эта вещь просто незаменима. Даже если у вас что-то отвалилось, я не знаю, пуговица, бусинка и так далее, очень быстро вы можете приклеить термопистолетом. И поскольку это пластик, он не оставляет следов. И потом в дальнейшем, когда вы используете, когда вы приклеите что-то на термопистолет, вы просто можете это убрать и уже приклеить или пришить так, как вам нужно. Поэтому, друзья, мне подарили вот такой вот обалденный термопистолет. И, кстати, стоит он здесь у нас около 20 лирж, без, конечно, без вот этих вот силиконовых трубочек. Но эти силиконовые трубочки, я думаю, они стоят где-то полторы лилия, наверное. Поэтому, друзья, поскольку я люблю заниматься и делать всякие разные вазочки и так далее, всякие подделки, я думаю, что это будет очень полезно. Кстати, на этот термопистолет я попробую еще приклеить, отремонтировать свои кроссовки. Они у меня там подошва оторвалась и хочу попробовать приклеить. Брат, мой брат, кстати, именно им ремонтировал свой сноуборд. Так что вот такие вот, вот такие вот были у меня сегодня подарки. Ну, а мы сейчас справляемся в магазин Шок. И когда мы одевались, у меня возникла такая идея провести эксперимент, что же можно купить в магазине Шок в подарок, так, чтобы это было не стыдно подарить, чтобы это было полезно в хозяйстве. Мы посмотрим подарки и для мужчин, и для женщин, чтобы это было экономично, полезно и красиво. Поэтому, друзья, мы уходим, следуйте за нами. Егор, что ты знаешь про день 8 марта? Попадала на бабки жесткая. Почему жестко? Вы мне купили очень хорошие подарки и недорого. Не обязательно дарить там украшения и что-то дорогое. Короче, 8 марта это такая коммерческая замануха. Коммерческая замануха типа 14 февраля. Официально придумано, чтобы наварилось, так же, как и Новый год, Рождество. 14 февраля, ну да, да, да. Кстати, 8 марта тоже празднует в Турции. Все равно всех с праздником. Да, но все равно всех с праздником. В Турции... Мужики с праздником. Мужики, да, спрашивают же у вас в 23-м, да. В Турции, кстати, организуют очень много мероприятий на 8 марта. Утром женщины обычно собираются на праздники, на завтраки, а вечером на какие-то торжественные обеды. Ну, а мы сейчас идем в магазин Шок и проведем эксперимент, что же можно купить на 10 лир в подарок, да. Давай установим... Да, подожди. Давай установим, слышь? Давай установим границу, да. Что можно купить в магазине Шок на 10 лир, да, полезного, интересного и не стрёмного подарок, да? Давай. Окей. Сейчас мы находимся в отделе, где продаются разные сладости, шоколад, печенье. В магазине Шок вы не найдете каких-то приличных коробок конфет. Единственное, что я нашла, это вот такие вот коробочки с печенюшками, но вряд ли это можно посчитать подарком. Ну, только если вы идете в гости, конечно, можно купить вот такие вот коробочки с печеньем. Какие-то багеты, но в подарок они, конечно же, не подойдут. А вата сладкая. Ну, каких-то больших красивых коробок конфет в подарок вы здесь не найдете. В отделе, где продают чай и кофе, также вы не найдете каких-то красивых упаковок чая или кофе в подарок, только вот в таком виде. Ну, конечно же, вот такой вот чай в подарок будет дарить некрасиво. Поэтому с чаем мы тоже пролетаем. По ходу дела в шоке ничего нет, что можно было бы подарить на сумму 10 лир. Ну, единственное, что здесь можно найти на сумму 10 лир, это какие-то товары для кухни. Вот такие вот, наверное, какие-то баночки. наборы для кухни, посуду. Но, к сожалению, тоже для детей есть вот такие вот заколки по 2 лиры всего. Но в подарок это тоже будет не очень красиво. Важно, если девушка любит Звездные войны, можно купить их. Да, если кто-то любит Звездные войны, вот как раз на 10 лир можно купить вот такое вот полотенчико или кофты. Лицензионные, лицензионные. Покажи подушки. Единственное, что есть в шоке, что можно подарить на сумму 10 лир, это товары для дома и для кухни. Как вы видите, здесь их очень много. Например, есть всякие разные подушки. Сколько они стоят? Вот за 7 лир. Красивая подушечка. Можно подарить, например, сковородку или вот такие вот красивые наборы стаканчиков, которые, кстати, стоят, ну, наверное, лир 7. Вот, смотрите, такие красивые стаканчики. Рюкзачок, кстати, для ребенка. Тоже очень красивый, но стоит он больше 10 лир. Ну, и, конечно же, какие-то разнообразные игры. Ну, они уже больше 10 лир, 24. Если вы идете в гости к женщине, то можно купить, например, вот такую вот красивую... Кстати, очень красивая баночка с ложечкой. Я бы тоже всего за 3,50. Я бы тоже с удовольствием такую получила. Очень много разнообразной мелочи. Вот такая вот тоже красивая бутылочка, наверное, для масла, для хранения продуктов за 7 лир. Что еще у нас тут есть? Помойное ведро. Красивое помойное ведро. Я в подарок она не понимаю. Ну, туалетная вода, она стоит уже дороже. А вот такие вот красивые наборы стаканчиков, кстати, очень даже можно и преподнести в подарок. Поэтому, друзья, единственное, что вы можете купить в шоке, в подарок за... на сумму. Вот, видите, есть даже такие чашечки. Две чашки, кстати, 10 лир. Очень красиво. Думаю, что эти чашечки я возьму. Да, на сумму 10 лир что можно приобрести в шоке? Это, конечно же, посуду. Смотрите, какие красивенькие. Очень даже ничего. На сумму 10 лир вы можете приобрести посуду и какие-то товары косметики. Кстати, вот такое вот масло миндаля стоит всего 3 лиры. И если вы купите 3 упаковочки, как раз выйдет чуть больше 10 лир. И это тоже будет очень-очень таким оригинальным, красивым, хорошим, полезным подарком. Егор, ну что ты предложишь, например? Вот у тебя есть 10 лир. Что ты купишь? Кстати, я нашла здесь очень классный подарок. Показать? Смотри. Смотри. Две кружки. Покажи вот эти две кружки. Две кружки? Две кружки всего за 10 лир. Можешь взять? Давай. Вторую покажи. Нет, вторую покажи. Смотрите, вот такие вот две классные кружечки. Всего за 10 лир. Видишь, ну все-таки можно в шоке же найти что-то, да? Оригинальные, интересные, за 10 лир. Но в основном только посуда. Как ты думаешь? Ну, у нас в магазинах тоже много все продается, но, как бы, ценник на больше чем. Ну, здесь дешево, да. Поэтому, друзья... Упаковочка. Ну, смотрите, да, упаковочка такая очень красивая. Кстати, а вот такие вот две штучки возьмешь тоже, да? Вот такие вот две штучки, скажи же. Да. Или даже три вот так вот их поставишь, разных цветов, и классный подарок получится, да? Они с такими ложечками оригинальными. Так что, друзья, даже в шоке мы провели эксперимент. Наш первый эксперимент. Эксперимент удался. И в шоке немного, но можно найти интересных и красивых товаров для дома. И, конечно же, в подарок. Еще, выйдя на улицу, мы также обнаружили много товаров по цене до 10 лир. Например, вот видите, такой красивый графин для воды. Ваза для овощей. Ну, в общем, в основном за эту цену можно приобрести посуду. И таких достаточно хороших фирм. Love или Pasha-Bahche. Ну что, друзья, наш эксперимент с названием «Что можно купить в шоке в подарок за 10 лир?» Когда мы шли, было светло. Вот только нашел магазин уже темно. Да. Прошел успешно. Даже к моему большому удивлению мы нашли много всяких интересных товаров, которые можно купить и их не стыдно подарить. Поэтому, если вы хотите подарить что-то достойное, но у вас нет времени купить, или вы не хотите тратить много денег, бегите в магазин «Шок», в отдел, где продают посуду, различные товары непродуктовые. И там даже в подарок до 10 лир вы найдете много интересной, красивой посуды. Также можно найти ароматические масла и так далее. Поэтому, друзья, не волнуйтесь. Даже за маленькую сумму в магазине «Шок» можно найти полезных и красивых товаров именно в подарок, чтобы было не стыдно подарить кому-то. Ну, а наш эксперимент закончен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. И солнечная лани. И солнечная лани, где солнце уже зашло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!